Здравствуйте! В эфире Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Искусственная кожа, спрей заживляющей раны, инъекции против рака. В Астане собираются бороться с болезнями с помощью стволовых клеток. Не пытайтесь повторить до дома. Очищающая сила огня. По его улицам Шагал-Шагал, где находится самый творческий город на планете. Искусственная кожа, чудо-спрей заживляющей раны, инъекции, позволяющие бороться с раком. Всё это разработки казахстанских учёных, которые уверены, что резерв для лечения и омоложения находится в нас самих и называется стволовые клетки. Эта особая тема в медицине ещё до конца не изучена и во многом закрыта. На сегодняшний день понятно только одно. Стволовые клетки – это колоссальный потенциал, который есть у каждого человека. Наши корреспонденты побывали в лабораториях Национального центра биотехнологии и узнали невероятную правду о том, как мы сможем лечиться в ближайшем будущем. Здесь под микроскопом лежит культуральный флакон, который находится в медицинской клетке человека. Эксперименты со стволовыми клетками в Национальном центре биотехнологии занимают особое место. Здесь пытаются использовать мировой опыт, учитывая казахстанскую специфику. Учёные уверены, одна и та же болезнь разных пациентов должна лечиться, принимая во внимание национальность и место проживания человека. В каждой стране население обладает своими особенностями – физиологическими, генетическими. И не всегда лекарства или диагностические методы, применимые, скажем, к одной национальности или расе, или просто популяции людей, применимы к другой. Самый известный проект казахстанских биотехнологов – искусственная кожа. Первые исследования проводились ещё три года назад. Чудо-спрей из стволовых клеток способен удалять шрамы. Вот только в больницах препарат отечественного производства пока не найти. Есть некая процедурная часть, связанная с финансированием документооборотом, включением тех или иных процедур в определённые протоколы, финансирование, так сказать, больниц. И вот мы пока спотыкаемся от такого рода вещи. Впрочем, препятствие для учёных – не повод останавливаться. Новые исследования над ещё одним медицинским препаратом будущего здесь планируют завершить уже в этом году. Будут смягчать болевые ощущения и поддерживать процедурацию клеток. Спортивная травма, ушиб, в аварии или просто неудачное падение – лекарство из стволовых клеток поможет в короткие сроки. По словам биотехнологов, их изобретение способно даже восстановить повреждённый сустав. Мы планируем провести клинические испытания совместно с нейтроматологией и ортопедией. И планируем, что данный клеточный продукт подтвердит наши ожидания. Медицинское изобретение даст шанс на выздоровление тысячам казахстанцев. Биотехнологи намерены использовать стволовые клетки в борьбе с раком. Около 200 футбольных фанатов из Казахстана отправились в Бразилию на чемпионат мира 2014. В преддверии грандиозного события мы успели рассказать вам о том, где лучше остановиться туристу и как защитить себя от всевозможных опасностей, которые могут встретиться в стране самбо и карнавалов. В продолжении бразильской тематики предлагаем вам знакомиться с местными достопримечательностями, расположенными на побережье залива Гуанабара. В путешествие отправимся на не совсем обычном транспорте – автобусе-амфибии, которому подвластна не только земля, но и вода. Канатная дорога на горе Шугарлов – одна из главных достопримечательностей Рио-де-Жанейро. Это место является отправной точкой для нового туристического путешествия на первом в Бразилии автобусе-амфибии. Когда транспортное средство выходит на воду, основной дизельный двигатель отключается и начинает работать гидравлический грибной винт, контролируемый джойстиком. Машина может оставаться на плаву в течение 40 минут и вмещает в себя 28 пассажиров. Но во время экскурсии всем предлагается надеть спасательные жилеты. Туристический гид Лючано Морозини специализируется на истории Рио-де-Жанейро. На протяжении поездки она рассказывает о французском вторжении в залив Гуанабара в начале 16 века. Может, для кого-то эта технология вчерашний день, но для нас такой транспорт — новшество. Это первый автобус-амфибия во всей Бразилии. Над созданием транспортного средства трудилась команда местных инженеров. После трёх лет работы в начале этого года стартовал первый тур. Трагедия в заливе Гуанабара в 1988 году унесла жизни 55 туристов. Поэтому к новому плавающему авто подошли с особым вниманием. Отсюда виден волшебный пейзаж, доступ к которому до сих пор был открыт только для очень состоятельных людей. Теперь всё это великолепие могут наблюдать все местные жители, а также любопытные туристы. Мне очень понравилась экскурсия. Я в полном восторге. Отправиться в тур на водном автобусе можно четыре раза в день, кроме понедельника. Стоимость билета — 100 бразильских реалов. Это примерно 8 тысяч тинге. Из Бразилии перенесёмся в Болгарию, жители которой с наступлением ночи впадают в состояние транса и босиком танцуют на раскалённых углях. Древний ритуал — нестенарство — проводится накануне праздника святых Константина и Елены. В своём первоначальном варианте обычай сохранился лишь и в деревне Болгарии на территории горного массива Странжа. Культовые танцы можно увидеть и в других регионах страны, но в основном в виде туристического развлечения. Сначала на площадке диаметром в 2 метра разводится костёр. Когда от него остаются раскалённые угли, нестенары начинают свой священный ритуал. Держа в руках украшенную цветами икону, они входят в состояние транса. Удивительно, но, ступая в костёр, их ноги становятся холодными, как лёд. В такие моменты некоторые даже предсказывают будущее. Местная жительница Ирина Митрева говорит, что пока вы не почувствуете призыв высших сил, заниматься нестенарством ни в коем случае нельзя. Я даже не думала, что начну танцевать на углях. Что-то подтолкнуло меня к этому, какая-то неведомая высшая сила. Я почувствовала, что должна это сделать. Самая распространённая версия о происхождении обычая связана с культом поклонения солнцу. И хотя нестенары танцуют с иконами, они не получили признания со стороны церкви и даже подвергались гонениям. Их обвиняли в служении дьяволу и принуждали отказаться от выполнения ритуала. В 2009 году на ежегодной ассамблее ЮНЕСКО в Абу-Даби нестенарство было включено в список мирового нематериального культурного наследия. Каждый подъезд и крылечко во французском Вансе оформлены как произведение искусства. А всё благодаря Шагалу, Пикассу, Матису и другим именитым мастерам кисти. Останавливаясь в местных отелях, художники расплачивались за еду и ночлег своими картинами. Так город превратился в один большой шедевр. Чем же так привлекало это место признанных гениев, узнаете из нашего сюжета. Небольшие селения недалеко от французской ривьеры всегда привлекали туристов своим тёплым климатом и приятной домашней атмосферой. Ванс — милый средневековый городок с населением 20 тысяч человек, расположен в Предгорьяхо. С начала прошлого столетия знаменитые мастера кисти приезжали сюда в поисках вдохновения. Анри Матис, Марк Шагал, Пабло Пикассо, Жан Дюбюфе, Витольд Гамбрович, Сол Левит. Все эти выдающиеся служители искусства навсегда оставили здесь свой след. Молодые художники со всего света по сей день приезжают в Ванс, чтобы полюбоваться местными пейзажами. Зиэмир Абдулбаги — директор замка Вильнёв. Галерея специализируется на тематических экспозициях, посвящённых искусству 20 века. Большой сад, в котором расположен город эпохи Средневековья. Здесь художники искали истинную близость с природой. Многих творческих людей повидал этот город, однако знаменитым его сделал именно Анри Матис. Он приехал в Ванс из Ниццы в июне 1943-го и прожил здесь 5 лет. Сложно поверить, но когда он был здесь и видел молодых девушек на велосипедах, чувствовал запах цветов, то сравнивал это место стоите. Всё это вдохновляло его. Здесь Анри Матис создал много своих шедевров. Витражи часовни «Розер» больше известны как часовня Матисса работы знаменитого художника. Ежегодно её посещают 60 тысяч человек со всего мира. Франкос Франто, скульптор и художник из Чехии, побывал во многих городах. Но именно в Ванс мастер готов вернуться ещё не раз. Я родился дважды. Сначала в Чехословакии, затем в Вансе 55 лет назад. Эта земля славится знатными художниками. Я имею в виду Матисса, Шагала и так далее. А однажды мне даже посчастливилось встретить здесь самого Пикассо. Художник из Норвегии говорит, что это место действует на творческих людей, словно магнит. Я даже не могу сказать вам, почему всех их привлекает этот город. Вероятно, своей атмосферой. Здесь чувствуешь себя как дома. Понять до конца, чем же вдохновляет Ванс мастеров со всего мира, можно только самому его посетив. Город открыт для всех желающих. Таким был «Мир без политики» глазами наших корреспондентов сегодня. Если вы в курсе интересных событий, знакомы с неординарным человеком, знаете необычную историю и готовы об этом рассказать, пишите нам в Твиттере, а также следите за нашими аккаунтами в социальных сетях. А мы всегда найдём, чем вас удивить.